Новое мельничное производство. Сколько тонн муки будут получать ежедневно в Курагинском районе? Обновление молочного стада. Почему зеленогорскому предприятию пришлось закупать новый скот? Наука в помощь. Из чего минусинские школьники собрали домашний инкубатор? Здравствуйте! В эфире программа о хлебе на сущном. В Шарыповском районе местный коневод не только разводит этих благородных животных, но и первым в районе начал применять инновационные технологии. Какие, расскажем сегодня в сюжете. Павел Далдин в числе крупных коневодов края. Сейчас его табон насчитывает 120 голов. Шарыповский житель влюбился в лошадей не сразу. Он охотник. Для поездок по тайге купил коня. Именно тогда мужчина по достоинству оценил этих животных. А затем и начал их разводить. Так и появилась целая ферма. Коровы, как, их надо же зимой кормить. Коня с конями попроще, они могут прокопытить. Зиму прокопытят. Если выпаса хорошие, зиму они копытят. Третьюка завозим на ночь. И выпускаем. Они день спокойненько набирают себе. Конечно, рыповский фермер разводит не для бегов и скачек, а для мясного направления. Есть и постоянные клиенты. В основном это татары, азербайджанцы, евреи. Как уверяют гурманы, конина гораздо вкуснее, чем говядина. В год коневод реализует до 4,5 тонн мяса. Недавно на развитие Павел получил краевую поддержку. Участвовал для начинающей программы, получил грант полтора миллиона. И все это я приобрел технику, заготовительную, сено заготавливаем. Пресс я взял, грабли солнечные взял, трактор взял, кун взял. Все, вот это полтора миллиона у меня ушло на технику. Если без нее, я не знаю, я столько коней, конечно, бы не держал. Это очень хорошее дело. Для начинающих это очень хорошее. Конюшни Павел держит в километре от села. Чтобы подвезти на участок электричества, ему потребовалось обы один миллион рублей. Фермер рискнул и первым в районе решил использовать альтернативный способ получения энергии. Солнечные батареи проехали полстраны. Их фермер заказал во Владивостоке. За них он заплатил 200 тысяч рублей. Во время снегопада, конечно, приходится потрудиться, чтобы загорелась лампочка или начал работать водяной насос. Но труды, как уверяет фермер, того стоят. Девять панелей. И вот набирает она очень быстро. Ну, единственное, что вот нужен, солнечный свет. А так быстро набирает. Вот буквально солнышко вышло и все, электричество пошло уже. Ну, сегодняшний день, конечно, плохо наберет. Ну, накачать хватит нам. С водой была напряженка просто. Жеребят отбиваем, поить нечем. И вот флягами в машине на коне ездили, на речку прорубь рубили. Ну, тяжеловато все-таки. А сейчас, ну, очень хорошо помогает. Инновацию шарыповского фермера оценили и пообещали компенсировать почти половину понесенных затрат. Применили альтернативные методы энергоснабжения, что также поддерживается государством, как часть понесенных затрат компенсируется из районного краевого бюджета. Летом пастбище – это 100 гектаров земли фермер огородит системой электропастух. Проволока под током также будет работать на солнечных батареях. От энергии светила в перспективе начнет работать и коптильная. А в будущем Павел планирует построить и жилой дом поближе к животным. Правда, тогда он и панели, и аккумуляторы поставит мощнее, чтобы хватало на все нужды. Тогда и вся ночь в свете будет, делится своими планами шарыповский фермер. В Курагинском районе открывается крупнейший на юге края мельнично-крупиной завод. Здесь будут производить муку, каши, корма для скота, а в перспективе еще и макаронные изделия. Оснащают предприятие по последнему слову техники. Специалисты уже завершают монтаж новейшего оборудования. Ежесуточно здесь будут производить до 155 тонн пшеничной и ржаной муки. Это увлажнительный аппарат, агрегат. Он служит для увлажнения зерна для помойной парки, чтобы довести его до кондиции. Монтажник Асланбек Далгиев отвечает за установку мельничного оборудования. Свою работу знает и любит. Сейчас вместе со своей бригадой собирает агрегат для очистки сырья от мусора и шелухи. Перед помолом зерно нужно как следует подготовить. Закончить работу намерен уже на этой неделе. Затем монтажники перейдут в центральный зал, где начнется сборка и отладка механизмов самого центра комплекса – мельницы. Мы собираем машину, оборудование делаем. Для нас это интересно работать. Все-таки хлеб каждый день кушается людьми. Это хорошее дело, если выпускать муку, делать хлеб. Мельнично-крупиной комплекс Курагина – это абсолютно новое предприятие, оснащает его самым современным турецким оборудованием. Оно дает качественный помол и позволяет серьезно экономить электроэнергию. Так как зерно предстоит перерабатывать в огромных количествах, каждый сэкономленный киловатт позволит существенно сократить расходы. Обрабатывать рожь и пшеницу крупнейшие хозяйства всего юга края планируют именно здесь. Две мельницы будут работать. Одна мощностью 125 тонн в сутки – это белая мука пшеничная. Вторая – это ржаная мельница по производству ржаной муки. Это 30 тонн в сутки мощность. Поэтому объемы серьезные. Возможно, что даже есть предпосылки думать и об экспорте. Предприятие строят практически заново. Комплекс будет состоять из нескольких цехов. Это мельница, крупяной завод и линия по производству кормов, где будут выпускать комбикорм, премиксы и необходимые животным минерально-витаминные добавки. Спрос на такую продукцию есть всегда. Ведь именно от качества кормов зависят надои, а значит и рентабельность хозяйств. Готовой продукции склад большой построен, котельная новая построена, складские помещения делаются, цех гречки отделывается. С чего сейчас ведется монтаж непосредственно. Я думаю, что успеем. Работаем не по 5-6 часов, а вчера, допустим, работали до 11 или какие-то покрасочные работы. Открытие комплекса даст дополнительные возможности по сбыту зерна для фермеров и сельскохозяйственных предприятий Юго-Края. Есть вероятность, что благодаря появлению такого масштабного центра пищевой переработки возрастут и посевные площади, как по зерну, так и по крупам. Ведь кроме гречки здесь планируют наладить выпуск овсянки и перловки. А Курагинский район получит новые налоговые отчисления в бюджет и от 40 до сотни рабочих мест. Мельничный крупяной комплекс планируют запустить уже в апреле следующего года. Ну а местные жители прозвали предприятие «Макаронкой». Дело в том, что к 2020 году здесь планируют запустить еще и макаронное производство. На ферме крупнорогатого скота завершается программа замены поголовья дойного стада больного ликозом. Предприятие успевает закрывать только заказы детских садов и клинической больницы. На город пока не хватает. Но в течение двух месяцев объемы производства восстановят. Молодые представители краснопестрой породы обживаются на новом месте. 80 племенных, еще ни разу не телившихся коров, только вчера привезли в хозяйство. Это лишь часть большой партии, которая должна поступить из Ирбийского района. В прошлом году мы начали программу обновления или замены ликозного стада, которое было в Орловке. Значит, в прошлом году мы в ноябре купили партию нителей в Аракском, в Журском районе. Там было порядка 143 голов. Этих нителей мы завезли в Орловку. Там они отелились, прошли раздой. И вот не так давно мы их перевезли вот в эту, в Ивановскую базу. Программа обновления дойного стада скоро будет полностью завершена. И сельхозпредприятие снова выйдет на привычные цифры – около полутора тысяч голов. Программа субсидируется правительством Красноярского края, направлена на ликвидацию коров больных ликозом. Эта проблема в Искре существовала несколько лет. С начала 2016-го в Ивановское отделение были переведены все больные особи. Всего около 350 голов, где постепенно их заменили на здоровых. Первую крупную партию 150 племенных нителей благодаря субсидиям удалось закупить еще в ноябре прошлого года. Причем в Ивановское отделение привозят исключительно красно-пестрый скот. У нас красно-пестрая порода. Мы специально пошли и в Ивановку, возвращая именно красно-пестрый скот, потому что он более неприхотлив к условиям содержания. Телята у него крепче, у него меньше копытная болезнь. Но, правда, недостаток этой породы в том, что он дает немного меньше молока. То есть по орловке мы черно-пестрый скот будем вести дальше эту линию. По Ивановке вот на красно-пестрый решили уйти. Для нового стада потребовались и новые условия, поэтому в старых коровниках сделали ремонт. Полностью вскрыли полы, все вычистили, провели дезинфекцию, сделали новые настилы, покрасили стены. И теперь коровник готов принять новое стадо полностью. Отремонтировали старый телятник. Сегодня он полностью отапливаемый и оснащен автоматической подачей воды. Завершается строительство и нового родильного отделения. Внешний контур практически готов, осталась внутренняя отделка. Осталось здесь сделать короба, чтобы здесь вот цепь так же ходила. Полы настелить и в принципе навоза удаления у нас тут по большому счету готово. Полы стелим, белим, проводим электричество и пробуем, загоняем коров. В новых условиях с обновленным дойным стадом искровцы планируют выйти вскоре и на прежние объемы по надою молока. Из-за резкой выбраковки самых плодовитых особей до 5 тонн ежедневно было потеряно. Пришлось даже снизить производство и объемов молочной продукции, в частности масла. Но уже к концу года ситуация должна стабилизироваться. Чтобы этого больше никогда не происходило. Единственное желание жителей – села Бражная. Проблема вывозки строительного мусора на пшеничные угодья не новая. Но особенно остров стала именно сейчас. В ноябре этого года дата начала строительства нового здания 21-й школы. И как уже выяснили в своем собственном расследовании жители села Бражная, лишние стройотходы на земле сельхозназначения камазами везут сюда именно автомобили, работающие на данном объекте. Вот эта свалка мусора, она в первую очередь занимает территорию, на которой мы получаем урожай. Мешает проведению полевых работ. Здесь и бетон, и железо. При уборке комбайны, когда зайдут, могут выйти из строя. Очень дорогая техника. В компании, которая ведет строительство школы, четкого ответа нам дать не смогли. Руководитель данного проекта находится в отпуске. Но уже наверняка осведомлен об этом. Земли, которые постепенно закламляются, принадлежат Бражинскому сельсовету. Сейчас мусор припорошен снегом и не столь заметен. Но последствия загрязнения земли очевидны. Прежде всего, это прямая угроза экологии. Плюс ко всему, совсем рядом с мусором находится знаменитый саркофаг, который хранит в себе легко воспламеняющийся лигнин. Предположить, чем чревато такое соседство, нетрудно. Вы видите, здесь зона, где находится лигнин. С этой зоны вообще ни в коем разе нельзя не вывозить никакие. Ни ТКО, ни мусор. Потому что кто-то потом превращает непосредственно в мусорный склад, который они собираются здесь сделать. Это люди стараются потом где-то сжечь. Потом, вы сами видите, мы сегодня обратно прорабатываем вопрос о том, что лигнин-то горит. Кто-то недопонимает этого. Кто-то недопонимает, нельзя этим заниматься. Мы с этим боролись и будем бороться, чтобы впредь этого больше не повторялось. Почему площади для возделывания сельскохозяйственных культур, кстати, в основном это жители Каннска, облюбовали именно с целью складирования отходов, неизвестно. Но происходит это уже не первый год. И виновата в этом не одна единственная организация, а даже частные лица. Люди не задумываются о том, что огромное количество мусора не только усложняет процесс работы, но и пшеница, которая здесь произрастает, в дальнейшем в виде хлеба попадает на стол потребителя. Между тем, в Бражном есть полигон временного хранения твердых коммунальных отходов. У нас вообще беда. Сейчас люди как-то относятся к земле, и к хлебу по-варварски нет такого уважения, как раньше. И сплошь до рядом такие ситуации возникают. Мы уже устали бороться. Едет человек по каким-то делам, едет на поля, в лес куда-то отдохнуть, по грибы. Везет с собой мусор, проезжает мимо свалки, заезжает на поле, сваливает там, где ему удобно, и поехал дальше заниматься своими делами. Тем временем жители уже обратились к своему участковому. В полицию информация передана. Проводится проверка, по итогу которой попытаются установить виновных. Правоохранителями будут приняты меры профилактического реагирования или рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. Вот наша действующая модель инкубатора. Она рассчитана на 8 яиц. Первых цыплят мы уже вывели. Воспитанник клуба робототехники «Села Малая Минуса» Михаил Мальцев мечтает связать свою жизнь с инженерией. Поэтому огромное значение придает изучению законов физики и их практическому применению. Воплотил свои знания в модели инкубатора. Аппарат полностью автоматизирован. Чтобы вывести цыплят, нужно только положить в него яйца и запустить механизм через смартфон. Получился инкубатор, который полностью может работать без вмешательства человека. Полный цикл инкубации. К тому же, к всему, он оснащен автономным питанием. К тому же, при каких-то неполадках, поломках, приходит СМС-оповещение. Собрали инкубатор с деталей старого принтера и подручных материалов. Однако, часть датчиков и модуль электронного управления пришлось покупать. Программы, обеспечивающие работу инкубатора, дети написали сами. В целом, обошелся механизм всего в полторы тысячи рублей. Представили модель на всех краевых конкурсах по робототехнике. Кроме самого механизма, жюри показали и восемь здоровых цыплят, которых сумели вывести юные инженеры. После победы конкурса нам предложили грант в размере 50 тысяч, который будет выделен на инкубатор 40 яиц, который мы сможем потом в дальнейшем предлагать администричанам и всем, кто желает, свои инкубаторы в домашних условиях. Особое внимание в клубе робототехники уделяет разработкам, которые можно применить в обычной жизни. Важно, чтобы изобретения были простыми и удобными в обращении. Субтитры создавал DimaTorzok